Анастасия Буторкина Анастасия, иногда так случается, что люди разводятся. И, как правило, развод влечет за собой проблемы. Это и раздел имущества, и движимого, и недвижимого. Но главная проблема — это дети, если есть, с кем они останутся жить. И сегодняшнюю программу я предлагаю посвятить вопросу, с кем останется жить ребёнок после расторжения брака. Пожалуйста, Вам слово. Да, Дмитрий, это очень актуальный вопрос, которому необходимо уделить особое внимание. Действительно, достаточное количество исковых заявлений о расторжении брака находится в судах Донецкой Народной Республики. Как мы все понимаем, что если в семье имеется ребёнок несовершеннолетний, расторжение брака производится исключительно в судебном порядке. Поэтому достаточное количество данных гражданских дел. Правильно Вы отметили, что когда портятся отношения между супругами, возникают вопросы не только связанные с расторжением брака, но сразу появляется вопрос взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Возникает вопрос о разделе общего имущества супругов. Возникает вопрос об определении места жительства ребёнка. И возникает вопрос об определении порядка общения ребёнка с одним из родителей. То есть с чем это связано? Как правило, если действительно распадается семья, у супругов имеются взаимные претензии друг к другу. Вполне возможно, что, например, мужчина ушёл из семьи в другую семью. В данном случае, как правило, в большинстве случаев женщина настраивает ребёнка против отца и максимально создаёт препятствия для того, чтобы отец не общался. Но это я буду говорить о том, как на практике. В некоторых случаях наоборот. Допустим, только рады тому, что, допустим, отец общается с ребёнком или с детьми, оказывает какую-то материальную помощь. Но в большинстве случаев, конечно, есть конфликт. Поэтому, кстати, очень часто женщины пугают супругов бывших о том, что не смогут общаться с ребёнком. Сейчас хочу немножко пояснить, что как отец, так и мать имеют равные права и обязанности перед ребёнком, в отношении ребёнка по закону. Разные ситуации. Бывает такое, что непосредственно ребёнку лучше проживать с отцом, а не с матерью. Хотя мы все прекрасно из практики своей знаем, что, как правило, дети проживают вместе с матерью. Но там же до определённого возраста ребёнка он должен жить с матерью. Дело в том, что бывают различные ситуации. К сожалению, есть такие мамы, которые ведут, будем говорить, аморальный образ жизни и не могут, например, надлежащим образом содержать и, допустим, обеспечить быт ребёнку. И детки могут быть совершенно маленького возраста. Есть женщины, которые злоупотребляют алкоголем или, например, имеют наркотическую зависимость. То есть, может быть, их не так много, но такие случаи есть. Да, поэтому я в своей практике сталкивалась несколько раз. Уже в Донецкой Народной Республике определяли место жительства ребёнка непосредственно с отцом. Причём, буду говорить о том, что дети были противоположного пола отцу, то есть девочки. То есть такие случаи были. И кроме того, как определяли в судебном порядке, что ребёнок будет проживать с отцом, взыскивали алименты непосредственно с матери. Да, как правило, если мы будем говорить в процентном соотношении, конечно, это 99% против одного, но такие случаи тоже имеют место быть. И о них, конечно, необходимо знать. В данном случае суд руководствуется только интересами ребёнка, и это правильно. Дело в том, что не только суд, но есть государственные органы, другие государственные органы, которые всегда защищают наименее слабые слои населения. Я уже говорил о том, что дети, они самые незащищённые, почему? В силу своего возраста. Поэтому у нас суды должны становиться на защиту их прав. Кроме того, у нас есть специальные государственные органы, служба по делам семьи и детей, которые, если, например, в суде рассматривается дело, связанное и затрагивает каким-то образом интересы ребёнка, обязательно эта служба должна принимать непосредственное участие в гражданском процессе. На практике могу говорить о том, что во всех гражданских процессах, где принимали участие служба по делам семьи и детей, всегда становились на защиту интересов непосредственно малолетних, несовершеннолетних детей. Это правильно, это законно. Это их обязанность. И, конечно, мы должны максимально уделять внимание защите интересов детей. Кстати, хотелось бы обратить внимание, что систематически в Донецкой Народной Республике проводятся различные круглые столы с привлечением различных госорганов. Это и МВД, и нотариат, и адвокатура, и Министерство юстиции. Организуют, кстати, Министерство юстиции, который выявляет проблемы, связанные непосредственно на практике, например, проблемы, связанные с несовершеннолетними. И, конечно, разрабатываются процедуры, каким образом непосредственно защитить интересы несовершеннолетних. Это действительно на практике так происходит у нас. Потом в дальнейшем, после работы таких круглых столов, появляются итоговые документы, которые действительно максимально будут защищать и будут защищать именно малолетних, несовершеннолетних детей. Поэтому работа ведётся. С кем может остаться жить ребёнок после расторжения брака? Если у родителей хорошие взаимоотношения остались после расторжения брака, родители вполне возможно договорятся мирно, что, допустим, ребёнок проживает с матерью, но на выходных, например, проводит выходные, проводит с отцом или наоборот. Дело в том, что здесь нужно учитывать довольно-таки большое количество нюансов. Если, например, родители проживают в одном районе, территориально будем говорить так, то, в принципе, ребёнку нет больших проблем, сколько дней и где он будет находиться. Но если, например, будем рассматривать Донецк, мама проживает в Киевском районе, а папа проживает в Петровском районе города Донецка, расстояние между этими районами 30 километров. То есть технически, например, ребёнок из Петровского района в Киевский район, в школу, например, ездить проблематично. Поэтому необходимо учитывать эти все нюансы. Кроме того, на что необходимо обратить внимание? Допустим, когда распадается семья, расторгли брак, вполне возможно, что образовываются новые семьи, как у отца, так и у матери. То есть вполне возможно появление ещё новых детей, будем говорить так, младших. То есть необходимо учитывать, где проживает и папа, и мама. То есть какая площадь, допустим, есть ли комнаты, есть ли место для ребёнка, какие взаимоотношения с новыми, будем говорить. Да, с родителями, со сводными братьями и сёстрами. Поэтому здесь очень много нюансов. И, конечно, мы не должны забывать, что кроме того, что, допустим, определить место жительства ребёнка с мамой или с папой, мы должны не забывать о том, что необходимо материально обеспечивать своего ребёнка. Это обязанность родителей, как отца, так и матери, материально обеспечивать ребёнка до его совершеннолетия. Все мы прекрасно знаем, что можно обратиться. Опять же, это решается исключительно в судебном порядке, если нет договорённости о том, что добровольно оплачивают денежные средства, будем говорить, как алименты. То есть по решению суда, значит, можно обратиться с сыском в суд сначала, получить решение суда, предъявить исполнительный лист в исполнительную службу и потом взыскивать алименты принудительно на содержание несовершеннолетнего ребёнка. И кроме того, по достижению совершеннолетия, если ребёнок поступил, дальше продолжает обучение, есть возможность также взыскать алименты. До кончания обучения он должен быть обеспечен. Да, мы уже тему эту раскрывали довольно-таки детально, но об этом обязательно должны знать. То есть максимально и папа, и мама, независимо от того, с кем проживает ребёнок, какие взаимоотношения, должны максимально соблюдать права ребёнка, не ущемлять и содержать, конечно, ребёнка. Анастасия, ну бывают же случаи, что между родителями нет согласия, и они не смогли добровольно определить, с кем останется жить ребёнок. Что дальше происходит? В данном случае, если нет согласия, конечно, необходимо обращаться с соответствующим исковым заявлением в суд. Я обращаю внимание наших телезрителей на то, что это исковое заявление довольно-таки сложное, самостоятельно, маловероятно, кто-то сможет грамотно его составить. Ещё раз обращаю внимание, что право на обращение в суд с одними и тем же исковыми требованиями один раз даётся. Поэтому лучше не испытывать судьбу, обращаться к специалистам, к юристам, к адвокату. И ещё один нюанс. Когда вы обращаетесь к юристу или к адвокату, вы полностью рассказываете всю информацию. Почему? Потому что бывает иногда, особенно в семейных делах, не скрывают информацию. Допустим, мамы получают на руки алименты, не рассказывают, потом где-то всплывают расписки. Или, например, оговаривают второго супруга, рассказывают, а он алкоголик, злоупотребляет спиртными напитками, например, ведёт аморальный образ жизни, а на самом деле происходит, допустим, совершенно другое. Поэтому для того, чтобы действительно ваши интересы, а в данном случае интересы ребёнка, были, допустим, максимально защищены, необходимо рассказывать всю информацию. Почему? Потому что именно на тех доказательствах, которые будут предоставлены суду, суд будет выносить решение. Да, поэтому необходимо качественно подготавливаться к данному судебному процессу, необходимо предоставлять доказательства. Вполне возможно, что адвокат или юрист будет рекомендовать получить вам какие-либо справки, какие-либо, допустим, опять же, справка, где учится ребёнок, какие секции он посещает. То есть территориально суд будет рассматривать, где же ему всё-таки лучше проживать, допустим, в Киевском районе, где школа и где, например, секция спортивная или, например, ну как мы приводили пример, Петровский район. То есть это всё учитывается. Опять привязка, например, к медицинским учреждениям, к друзьям, к родственникам. То есть, опять же, какие условия проживания, заработные платы. То есть все-все-все-все в состоянии здоровья очень много... Все нюансы, которые важны для принятия решения. Чем руководствуется суд при принятии решения? В первую очередь, конечно, интересами ребёнка. То есть максимально всесторонние, объективно будут рассматривать данное дело. Но мы все прекрасно понимаем, что когда выносит решение суд, не всегда вторая сторона, истец или ответчик, например, согласны. Согласны, конечно. Поэтому что делать в данном случае? У нас есть суды общей юрисдикции. Допустим, на примере Донецка, межрайонные суды. Есть суд касационной инстанции, Верховный суд Донецкой Народной Республики. То есть если было вынести на решение, вы присутствовали при вынесении данного, при оглашении данного решения в суде. Если он вас не удовлетворяет, то нужно отправляться в касационный суд. В течение 10 дней вы имеете право подать касационную жалобу на решение суда. На что обращаю внимание? Как правило, граждане у нас получают решение суда, ждут до последнего дня, а потом приходят к юристу и рассказывают, вот, пожалуйста, у меня сегодня, допустим, вечером истекает срок. Я не буду говорить, что мы именно к времени привязаны. Но вот, например, сегодня истекает срок для подачи касационной жалобы. Касационная жалоба — это очень серьёзный документ. Для того, чтобы её составить, необходимо знать нюансы. По-хорошему необходимо ознакомиться с материалами дела, видеть, как дело проходило, ознакомиться с протоколами судебных заседаний. То есть на это необходимо время. То есть, как правило, если у вас есть какая-то проблема, вы уже получили решение, которое вас не устраивает, будьте добры заранее, обратитесь к юристу или к адвокату, чтобы не по горячке составлять касационную жалобу. Потому что как она будет составлена, так уже и Верховный суд будет рассматривать её только в рамках, по сути, того, что будет у вас написано. Поэтому к этому необходимо подойти очень серьёзно. По результату рассмотрения касационной жалобы Верховный суд может либо оставить решение в силе суда первой инстанции, либо отменить его, допустим, направить на новое рассмотрение, либо постановить своё решение. Если нам не устраивает ещё, допустим, будем говорить, решение, в данном случае определение Верховного суда, есть возможность, у нас есть Президиум Верховного суда Донецкой Народной Республики. В данном случае, если человек считает, что всё-таки необходимо обращаться ещё выше, можно подать жалобу в порядке надзора на имя председателя Верховного суда с просьбой внести протест непосредственно на решение либо определение, по-разному выписывать. То есть, в принципе, вот такая иерархия. Я сейчас рассказала вам систему судов Донецкой Народной Республики, которая у нас функционирует. Это гражданские суды, гражданское судопроизводство. То есть, в принципе, всегда рекомендую, если кто-то что-то не понимает, кто-то не знает, обратитесь к специалисту, спросите, вам разъяснят, чем потом в дальнейшем. Очень тяжело… Пытаться исправить. Да, да. Когда уже всё вступило в законную силу, сами там что-то написали, потом приходят, говорят, нам не нравится, помогите нам отменить решение или ещё что-то. На практике каждый день сталкиваемся вот с такими. Это гораздо сложнее, как и затратить. Очень тяжело. Затратно тяжело по временям, по финансам. И очень тяжело найти основания для того, чтобы через определённое время уже прошли все сроки для подачи кассационной жалобы и уже пытаешься как-то их восстановить или ещё что-то сделать. Ну, очень тяжело, будем говорить. Так на практике. Хорошо. На что ещё нужно обратить внимание при решении вопроса о том, с кем будет жить ребёнок? Мы уже вскользь говорили об этом, что необходимо обратить внимание на его место проживания, на его, допустим, привязку к школе, к, допустим, секциям. Финансовое состояние мамы-папы, конечно, тоже будет играть роль, здоровье мамы-папы, с кем будет проживать. Но, обращая внимание, в зависимости от возраста ребёнка законодатель даёт право выслушать его. Допустим, понятное дело, если это маленький ребёнок, который не понимает, с кем лучше, это одно дело. Но если ребёнок уже, будем говорить, личность, уже достиг 10-летнего... С какого? С 10 лет. То есть его могут вызвать в судебное заседание и уже послушать ребёнка. То есть мнение ребёнка учитывается однозначно? Учитывается мнение ребёнка. Поэтому здесь тоже необходимо обращать внимание непосредственно на возраст ребёнка. Конечно, обращать внимание и на пол, и на наличие, допустим, других детей в семье. Допустим, может быть, не один ребёнок, может быть, двое детей. Иногда мы, кстати, на практике сталкиваемся, что, допустим, после расторжения брака один ребёнок остаётся у матери, один остаётся у отца. Такое тоже есть. Такие тоже случаи известны. Но здесь тоже невозможно сказать, правильно это или нет. Почему? Потому что насколько дети привязаны друг к другу. Потому что могут, допустим, быть такие психологически плотные, тесные отношения, связь между братьями, сёстрами. Поэтому каждую отдельную ситуацию необходимо рассматривать индивидуально. Да, и хочется, чтобы дети в таких ситуациях не стали разменной монетой. Я надеюсь, что наша программа является для вас полезной. Напомню, что вы смотрели передачу «Все вопросы у юристу» на телеканале Новороссия ТВ. В студии для вас работал Дмитрий Зиньковский. В гостях была адвокат и правозащитник Анастасия Буторкина. Анастасия, спасибо вам ещё раз. Не переключайте канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин